Первоклассники – главные герои Дня Знаний, как правило, самые серьезные люди на праздничных школьных линейках. Как встретит их школа, не потеряются ли они в прямом и переносном смысле этих слов в ее стенах? Расскажем далее. Надо было бабушку сюда, чтобы она тебе такие косы заплела. Утро Лилии началось, как у любой первокласски. Ранний подъем, аккуратно выглаженный наряд, хвосты с бантами и волнение перед знакомством со школьной жизнью. Потому что я хочу в первый класс познакомиться с новыми ребятами, чтобы завести себе новых друзей. А с учителем ты уже знакома? Да. Как ты познакомилась с учителем? На занятиях, когда мы учили стих. Я буду рассказывать стих. Талантливая девочка мечтает научиться красиво рисовать и с трех лет занимается в образцовом самодетельном коллективе «Травушка». Я пела «Россия», потом еще танцевала там. Ну, короче, много песен. Очень много. Нравится тебе петь? Да, нравится. Я хочу, когда вырасту, стать певицей. Но чтобы стать любым хорошим специалистом, надо прежде выучиться в школе. А для Лили и ее одноклассников – в новой и самой современной школе в регионе. И вот подходит время идти на торжественную линейку. Робкие первоклассники тянутся с родителями к школьным воротам. Букеты и бантики, пока еще великоватые рюкзаки и небольшой страх в глазах. В этом году в школе номер три сразу пять первых классов. И, конечно же, у каждого есть своя особенная первая учительница. И сколько бы классов перед этим опытные педагоги не выпустили, каждое знакомство с ребятами вызывает трепет. Очень эмоционально, конечно. Волнительно. Волнительно, но с радостью. С радостью встречаешь этих малышей. Ну, как бы это все душевно, с любовью, с какой-то заботой, вниманием. Знаешь, что нужно подарить им свое тепло, свои знания, научить их. Научить их каким-то наукам, да, что-то они должны узнать. Научить их дружить, уважать друг друга, ну и любить свою родину. Прививать такие большие отношения ко всему. Это очень волнительный момент. Перед этим почти не спишься ночью, думаешь, какие же будут ребятки, как они меня встретят, как их встретят. Но встреча наша прошла хорошо. И вот торжественная линейка началась. В центре внимания 122 первоклассника, ведь этот праздник для них. А неподалеку, вытирая украдкой слезинки и светясь от переполняющих эмоций, стоят родители. В ближайшие 11 лет им предстоит заново постигать школьную программу, волноваться за оценки и гордиться успехами своих детей. Встал он раньше меня. Уже встал и начал собираться сам пока в школу. Какие ожидания от школы? Новая школа, все-таки новое оборудование, новые стены? Ну, школа современная и очень интересная ему. Он очень рад, что пошел именно в новую школу. В первый класс новую школу начнет. Да, он доволен. Встали мы в половину восьмого. Волновались? Нет, не волновались. Абсолютно. Ребенок готова. Радостная, счастливая, довольная. Нет, не волновался. Встал рано, за минут за 15. Все, что поделись, собрались, все уже было готово. Взяли букет цветов, поехали. Какие ожидания от школы? Новая школа все-таки? Ну, пока все нравится. Красиво, новое. Хочется прям уже зайти. Не потому что холодно, а посмотреть. Сегодня эти первоклассники отправились в одно из самых увлекательных путешествий в жизни. И хочется, чтобы их горящие глаза никогда не потеряли этого искреннего интереса. А новейшее оборудование и технические возможности школы номер три помогли поддерживать тягу к знаниям и вырастить настоящих гениев. Продолжение следует...